Последние минуты перед началом спектакля всегда самые волнительные. Финальные штрихи к образу и, как говорится, с Богом. Помните, как у классика? Театр уж полом, ложи блещут, портеры, кресла, все кипит. Пока зритель в зале только собирается, у нас есть пару минут, чтобы поговорить с главными действующими лицами этого спектакля. Тимофей играет в спектакле главную роль. Он связующее звено между всеми временными отрезками и инсценировки. И несмотря на то, что сегодня его дебют в качестве драматического артиста, он почти не волнуется. Я, поскольку еще занимался танцами, я очень часто выходила на сцену, и мне это понятно. Раньше, да, я вот этой энергетикой заряжался, а теперь это даже не танцы, просто нужно спокойно выйти и исполнить свою роль. А вот его партнерша роль досталась, что называется, на сопротивление. Я же играю как бы больную, и я все время должна не улыбаться, не смеяться, быть грустной. И, ну, это правда сложно, потому что столько народу смотрит. И вот зритель в зале, свет потушен, все внимание на сцену. Действо, к которому так долго готовились, началось. Ой, смотри, кот, яма! Это и есть кот в земелье? Глубоко! Давайте свяжем пояса и спустимся. Кукла для Маруси – это новое переложение повести Владимира Короленко «Дети подземели». Спектакль, как и само оригинальное произведение о детской дружбе, сострадании, самопожертвовании и тяжелой доле бедняков в царской России. Несмотря на то, что повесть написана в позапрошлом веке, затронутые в ней проблемы актуальны и по сей день. Мне очень нравится, что там затрагивается проблема взаимоотношения взрослых и детей, а также показывается то, насколько ребенок может быть более чутким к чужим проблемам, нежели взрослый. Он показал всю сущность произведения «Дети подземелья» и игра была настоящей. Спектакль очень такой, как бы, даже сейчас, актуален даже и в наши дни, хотя это давно произведение написано, потому что зачастую родители тоже нас могут не понимать. Мне понравилось, как они это все красиво сделали, так в душу взял. Чуть не расплакалась в конце. Я бы хотела сама поучаствовать в спектакле, потому что ребята очень хорошо сыграли, хочется повторить их же труд. Как и в настоящем репертуарном театре, после премьеры актеров ждал так называемый «разбор полетов» с режиссером-постановщиком. Нет, он не скажет. А ты рано встала и уже пошла. Да, да, да. Вот это не надо делать. Строгость режиссера – это прежде всего педагогический ход. Ему работа ребят на сцене понравилась. Только вот эмоции свои он скрывает, чтобы актеры не расслаблялись. Я доволен, как они сыграли. Потому что, во-первых, я знаю процесс, как это все происходило. Потом надо не забывать о том, что это дети не по объявлению, кто хочет, вернее, не по отбору в театральный коллектив. Без кастинга. Это дети, которые просто изъявили желание участвовать в спектакле. Спектакль играется без антракта. Все действие идет чуть больше получаса. Такая компактность позволяет театральному коллективу играть по четыре спектакля в день. Что они с успехом и делают. Илья Кремнев, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видное ТВ.